Привет всем, команда Биобокс. Команда Биобокс. Хотела немножко поговорить о телерамистике и о ее пользе. Просто почитала, как варимисты относятся к телерамистике, меня это немножко очень расстроило. Тот факт, что у нас сейчас наши люди считают телерамистику чем-то вредным. После выставки на телерамистике, когда мы выставляли музей Тимирязева на животных своих, было много хороших комментариев. И в том числе были комментарии про то, что люди ради своей наживы вроде бы как издеваются над животными. Я хотела немножко разъяснить вот эту ситуацию. Когда люди насчет ради своей наживы, это делают животные, и когда люди занимаются разведением краснокнижников тех же, не продажей краснокнижников, а именно разведением и ведением новых морков, либо спасением животных из плохих условий. Есть такое место в Москве, я думаю, в каждом городе, наверное, есть. Это птичка, птичий рынок там делают. Это сообщество людей различных, в том числе и хороших, и плохих продают. Рыба, птичьи, котят, в том числе и вот это вот добро. Мы с нашей командой искали в свое время глощеносную ясерицу. Я лично запланировала ее поставить как символом вот этого первого нашего магазина. Очень интересные животные, очень интеллектуальные. Отчасти спокойные, отчасти нет. Поехали мы с мужем погулять на птичку, подкупить растительности для аквариумов. И вижу я вот это добро. Такие люди просто друг с другом таскают, перекидывают друг на друга. Вот мы теремисты, да, то есть мы пытаемся создать условия для всех животных максимально комфортные. Даже если это какой-то там тот же самый садок, да, на выставке. Он стоит с термоковриком, либо с лампой с подогревающей, то есть чтобы даже на эти какие-то 5 часов животное могло прогреться, животное могло там под ультрафиолетом поселить, да, если мы теряли, если им необходим ультрафиолет, как мы с малышами выставились, то есть вот так. А бывают вот такие случаи, когда берут ящерицу и бегают с ней по рынку. Не важно, что ящерица совершенно не комфортно с одной руки в другую. Не важно, что ей очень сухо, вот у нее сейчас линька отходит буквально кусками. Вот я сейчас только что сняла. Это ненормально. То есть это либо авитаминоз, либо ее просто пересушили в коробке для обуви держали. Это вот ненормально. Это когда действительно люди ради своей наживы пытаются продать ящерицу за 5 тысяч, да, как в нашем случае это дешево считается, но в итоге, в конечном счете, да, с лечением вместе это получится вам больше даже, чем вы купили здоровое животное в зоомагазине. Но пройти мимо вот этого вот я не смогла, потому что редкое животное тискалось. Плащ тут у нас порванный, то есть вот можно увидеть куски оборванного плаща. Это, видимо, она в группе содержалась. Благо, не было плещей, но вот сейчас еще пойдет у нас, придет анализ на крипт. Она у нас с карантином аквариумом, террариумом карантином сидит. Если крипт, это такая болезнь, криптоспоридоз, из-за которой очень тяжело вытащить, очень заразная. Обычно либо она остается заразной до конца дней своих, да, но можно вытащить, чтобы она жила, а не погибала. Либо животное в итоге погибает и истощается. В данный момент она не ест, но мы полагаем, что все-таки она не ест из-за большого стресса. Также вот у нее сделали рентген, у нее совершенно послабли косточки, то есть там, где должна быть чисто белая область на костях, она прям такая с затемнением. Мы будем сейчас ей колоть, уже начали колоть, она после первого укола даже поправилась. Начала шевелиться, реагировать, капюшоница даже вчера решила. Так она совершенно была угнетенная. Рассуждать о том, что какие-то там террормисты причиняют вред, мне кажется, я, например, не могу назвать тех людей, которые нам продали вот эту ящерицу террормистами, да, они торгаши. Надо иметь различия между террормистами и теми, кто торгует ящерицами ради того, чтобы заработать пять тысяч на следующую ящерицу, да, на двух ящерицах. То есть вот так. Не важно, там, не надо условия создавать никакие, не нужно ультрафиолет ставить. Часто она у нас сидит под ультрафиолетом. Дамочка, если у нас в итоге вытянется, ну, я думаю, что ей станет лучше. Она уже поправляться начала, уже начала двигаться. То она у нас останется навсегда, это будет наш клен семьи, так сказать. Как только нам придут анализы, что крипто нет, мы ей кличку, наверное, выберем. Можно даже выбрать, наверное, со всей публики. Пускай публика проголосует, какая кличка у нашей ящерицы будет. То есть террормистика – это такая вещь, ей нужно заниматься, нужно читать обязательно, уделять внимание, то есть вот у нас террормисты сейчас строятся, еще пока не готовы. С бананоедами, да? Все, мы захотели в террормиру. Ну, малышка, куда? Стой, 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 стой. Сейчас надо ее на место посадить, в нашу карантинный террормиру. Не будем мочить? Давай. Она у нас завешана от людских глаз, чтобы не беспокоили ее, чтобы избавить ее от стресса. За любым животным, даже если они на выставке, допустим, в контейнерах, ведется уход. У них всегда комфортные условия и условия для размножения, и условия для просто жизни, да, замечательные. У них ультрафиолет, это имитация солнечного света, у них нагрев, у них контроль за влажностью, у них контроль за температурой обязательно. То есть, условия у животных замечательные. Если сравнивать с коробочным содержанием, конечно, то есть, это совершенно разные вещи. Я не думаю, что какую-то негативную роль играет террормистика в жизни. Я, наоборот, за то, чтобы люди изучали достаточно подробно и приобретали животных, это очень интересно на самом деле, увлекательно. Вы можете, вот, скоро открытие у нас, наверное, с 15-го числа, если успеем, да, можно прийти будет даже при особых условиях, даже взять на руки. То есть, есть животные, которые совершенно не боятся рук, не вананаеды, конечно, которые у нас здесь живут, я думаю, что все-таки их не стоит на руки брать, а агаммы бородатые, будав наш, например, замечательно терпят руки, никогда не укусит, ничего не произойдет. И это не причиняет такой жесткий вред, это не контактный зоопарк, там, где животные истощенные, это именно профессиональная деятельность. Добро пожаловать изучать. Продолжение следует...